Здесь нет солнца. Мы умерли и попали в ад. Пока все хорошо. Мне очень не хочется туда лезть. Это преддверие адов, так сказать. В прошлом году, в конце сентября, на горе Борус пропал турист. Тогда его не нашли. Пошел снег и присыпал все следы. В конце февраля спасатели отправились в горы на неделю. Тренировка. Заодно планировали возобновить поиски. До места группа шла три дня на лыжах по обходной дороге. Группа доходит, и там для группы ничего не приготовлено. Там обычные сугробы, обычные елки. То есть это надо все принести с собой. Средства жизнеобеспечения, питание. Дополнительное какое-то снаряжение аварийно-спасательное несем. То есть нужно поставить лагерь, обустроить быт. Нужно организовать полноценный отдых, горячее питание, чтобы на следующий день восстановиться и иметь возможность продолжить маршрут или проводить какие-то поисковые мероприятия. Это все за плечами. Груз там 30-40 килограмм бывает и больше. А снег летел и падал. День рождения в ресторане отмечают. А снег летел и падал. А я придурок здесь. И он не знал, что сегодня день рождения вы не говорите. Спасибо всем за внимание. Каждый день назначаются дежурные. Он встает раньше, идет, разводит костер, находит воду, готовит пищу. Печка есть, да, в палатке стояла. Если регулярно топить печку, следить, то ночью не холодно. А этим печем дежурные занимаются? Это занимаются, да, дежурные. В этих местах без лыж передвигаться невозможно. То есть, либо лыжи, либо хотя бы снегоступы. То есть, глубина снега настолько. То есть, человек впарывается в этот снег, 100 метров траншею копает, грудью перед собой снег толкает, и все. И у него сил даже не остается, чтобы вернуться назад. Поднимитесь выше! Еще двое. Андрей Александрович. Трое, Машку-то, что не считаешь? Машкой спасатели называют запасную лыжу. Как правило, она тянется на привязи позади. Встречать лыжников на четвертый день выехала машина. Мы напросились в группу в надежде поучаствовать в поисках. С нами по маршруту для туристов пошли два опытных спасателя. Смотрим, чай подпить. Погода отличная, тепло, снег идет. Вот, через час поговорим, пока все хорошо. А группа откуда выходит? Она вот, вот, с тропой. А, ну вот она получается, вот она и пошла. Лавина опасна, склон. Проходит по одному. Ну вот оно примерно так и получается обычно. Это, так, курумы или курумники. Вот шел, шел, провалился. Ногу сломал, все. Тут и остался. Мы почти на самом верху. По наблюдениям спасателей, это вот самое опасное место. Именно здесь теряется большинство туристов. А с той стороны солнце будет светить, я думаю. Нет, Игорь Николаевич. И снег растает, да? Здесь нет солнца. Мы умерли и попали в ад. Ну, а ты не ад еще? Это преддверие адам, так сказать. Ждем группу. Она должна вот подойти сюда. Пока непонятно, в котором часу. Но мы можем подождать примерно час. После этого начнет смеркаться. И нужно будет уже уходить вниз. Будем ждать. Идем медленно. Рубим ступени. Каждый по 10 шагов. Мы идем очень медленно. Очень сильные порывы ветра сносят. Я вон сам лежу. Чтобы меня не унесло. На базу спасатели пришли спустя 6 часов. За 4 дня они прошли 80 километров на лыжах. Пробились сквозь буран. Но туристы не нашли. Шансы были совершенно, если только случайно на него наткнешься. Потому что очень обширный район поиска. Точно его местонахождение неизвестно. Мы только предполагаем, где он может находиться. Для родственников важно знать, что случилось с пропавшим туристом. А значит, поиски продолжатся. Летом. Александр Тимофеев, Андрей Доржу, Денис Тимирбулатов. Новости, 7-й телеканал.